Это модель, в смысле вот это да, это модель оболочек, да, но с инстилляторным потенциалом. То есть этот расчет есть, да. Вот раньше были такие половые функции, кластерные, ну, они тоже гауссов вида. Вот Владимир Георгиевич неудачный, там и всякие другие его колени делали. И вот для перилей 9 была такая модель тоже, как-то мы делали даже не то воплощение мизонов, не то рассеяние протонов. Вот вы не сравнивали с этими результатами? Да, не сравнивала по одной простой причине. Во-первых, вы говорите на двухкластерные ровные функции. На наиболее естественное разберение на кластеры для перилей 9, это как раз для афочастиции нуков. Ну, а, то есть у вас тоже была трехкластерная волновая функция? Ну, она, да. Ну, может быть, а кластерами, а одним болтающимся нуковом. Ну, да. Ну, может быть, я не сравнивала, но только лишь потому, что для того, чтобы проводить сравнение, мне нужны эти волновые функции в численном виде. То есть мне нужны коэффициенты разложения по гуссоидам. Эти коэффициенты есть в статьях Кукулина. Последние, вот те, которые с возбужденным состоянием, значит, мне передал, вот, один из, с авторов Кукулина, а тех просто я не имела, так сказать, поэтому. Я бы еще, у меня здесь в статьях была, дам тебе сравнение. Кластерные волновые функции. Работает микрофон, тут может нагнуть его.